Традиционным новогодним елкам, игрушкам и мишуре, которая уже украшает холл зимнего театра, добавилась и футбольная атрибутика. На торжественное мероприятие по случаю подведения итогов года сюда пригласили команды, которые показали самые высокие результаты в сезоне. Сочинские футболисты стали победителями и призерами первенства края Южного федерального округа Кубка губернатора. Подобных результатов они не добивались более 20 лет, а ветераны футбола, которые стали победителями Кубка края, более трех десятков. Безусловно, чемпионат мира – это стимул, чтобы увеличилось количество игроков сочинских. У нас есть единый центр развития футбола через муниципальную школу номер 10, которая культивирует единый вид сета футбол. Мы видим, что результаты значительно выросли в 2017 году. Это в первую очередь из-за Кубка конфедерации. Сочинские футболисты стали участниками молодежной программы Кубка конфедераций. Они выносили на поле флаги команд-участниц, подавали мячи во время матчей, то есть были в самом центре событий. Своими глазами наблюдали за игрой лучших футболистов мира, в том числе за открытой тренировкой сборной Германии. Мотивация очень большая, потому что они когда видели живьем таких футболистов, как сборная Германии, мы были на тренировке, и они прямо с ними проводили фотосессию, автографы получали от них. У них из-за этого большая мотивация. Да, они большие профессионалы, они много умеют того, что мы не умеем. Мы пришли на тренировку и смотрели с открытыми ртами на их тренировку. Да, они большие профессионалы, мы старались посмотреть на них, научиться чему-то. Ну, кто-то, видимо, обратил внимание, научился, и берем пример с профессионалами. Юные футболисты продолжают славную футбольную историю Сочи. Она, кстати, берет начало в далеком 1911 году, когда на курорте прошли первые футбольные матчи. А в 1939-м возле Ривьерского моста появился первый футбольный стадион. Уже позже в районе нынешнего Цветного бульвара было разбито 16 футбольных полей, на которых готовились к сезону лучшие команды Советского Союза. Здесь же, в местном Спартаке, начинал свою карьеру самый известный сочинский футболист, чемпион Европы Слава Митривели. Вот он врывается в шахтную площадку «Динамовцы», передача Митривели, гол! 1-0, идут москвичи. Еще одна яркая страница – команда «Жемчужина Сочи», которая в середине 90-х входила в десятку лучших клубов страны. И сегодня одна из задач – снова создать подобную команду из местных футболистов. Тем более, что все условия для этого есть. Футбольная инфраструктура продолжает совершенствоваться. После чемпионата мира сочинцам останутся три футбольных поля, которые соответствуют всем требованиям ФИФА. А пока на них будут тренироваться лучшие сборные планеты, в их числе бразильцы. Сегодня я побывал в Олимпийском парке, и меня очень удивила инфраструктура, которую вам удалось сохранить с Олимпиадой 2014 года. Я потрясен увиденным, я потрясен городом. И я нисколько не удивлен, почему бразильская команда выбрала в качестве тренировочной базы именно город Сочи. Кстати, Бразилия – один из примеров для Сочи. Там футбол играют все. Ну а по расчетам мэрии, к 2018 году в Сочи футболом будут заниматься порядка 20 тысяч человек. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.